Огромнейшая библиотека, известная во всём мире. Приветствую вас на австрийском канале Хармони и Ностри. В переводе на русский гармония в Австрии. Сегодня мы с вами находимся в солнечной Штири. Но сегодня Штири сделала для меня исключение. Выключила солнце окончательно и бесповоротно. Ну ладно, лишь бы дождь не включила. Хотя, в общем-то, и дождь мне нипочём. Потому что мы сейчас с вами идём внутрь монастыря Бенедиктов, который находится в городе Адмонт. Здесь есть много интересного. Брут, парк и так далее, тому подобное. А также очень-очень известная библиотека. Какая-то суперизвестная. Огромная, красивая, белая. Посмотрим, можно ли там будет снимать. Если да, то приятного просмотра. Мы сейчас 950 года, в 2-3 минуты. Адмонт. 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Ребята, в библиотеке очень холодно, очень. Посетителей практически нету. Чтобы сюда попасть, нужно позвонить или написать e-mail о том, что вы хотите посетить это заведение. И приблизительное время, когда вы приедете, входной билетик стоит 8 евро. Вы идете по длинному коридору, поднимаетесь по лестницам. И с одной стороны музей, но я так понимаю, что в музее нужно купить отдельный билет. А с другой стороны вот библиотека. Очень красиво, ребята. Знаете, все такое новенькое, все такое покрашенное, все такое... Все такое отремонтированное. Посмотрите на эти мраморные полы. Очень красивая библиотека. И что мне очень понравилось, что здесь разрешено снимать, но без вспышки. Это очень классно, потому что не во всех заведениях это можно делать. Например, когда я была в штифте Мельк, там тоже есть... Ну, тоже библиотека, конечно. Не такая шикарная, как эта, но тоже какая-то древняя там, все дела. Вот, несмотря на то, что билет туда стоит дороже 8 евро, но снимать там категорически запрещено. Я не знаю, почему, с чем это связано. Может быть, у них какие-то там секретные книги в том штифте хранятся. Ну, давайте я сейчас сделаю зум и посмотрим с вами, что здесь за книжки такие. Ну, не знаю, насколько это вам будет понятно. Качество, конечно, не очень хорошее видео, я извиняюсь. Ну, я что-то в последнее время ленюсь с собой фотоаппарат брать. Там, конечно, зум-то получше. Ну, ребят, я не знаю, как вам сказать. В принципе, мне даже, наверное, и все равно, какие здесь книги, потому что все равно я не собираюсь их читать, да и не смогла бы их прочесть, а просто посмотреть на здание библиотеки. Здание очень красивое, очень. Типа Эрмитаж. Все такое новенькое, все такое отреставрированное и в сочетании со старыми, древними книгами. Это, конечно, смотрится прекрасно. В начале зала, видите, стоят два описания по бокам. Здесь написано, какой архитектор делал этот зал. В общем-то, с этими историческими справочками тоже можно, наверное, ознакомиться в интернете, кому очень интересно. Здесь есть на немецком описание и есть на английском. Вот Йозеф Штабель. Это штирисский скульптор периода барокко. Он здесь все делал. В основном. Я вам буду по-английски показывать, потому что по-немецки-то не все говорят. По-английски практически все. Мне очень понравились вот эти золотые фигуры. ангелочков и каких-то, возможно, писателей. Я не знаю, чьи-то золотые надголовья. Возможно, какие-то писатели. Ну, так мне подсказывает моя интуиция. А вот здесь пояснение на потолке. Кто там изображен. Боги. Химии, физики, астрономии и так далее. Еще один интересный потолок. Смотрите, тут изображена любовь, надежда. Любовь пятая. Вот какая любовь. Надежда. Третья. Надежда. Посмотрим на потолке. Книжки не трогать. Такое старье-берье здесь хранится. Боже, ну как же тут холодно. Я уже задрыгала. Красиво. Это что за летающий скелет? В одной руке у него какой-то сосуд. В другой руке стрела. И снизу дяденьку охраняют херувины. Ну, какой-то святой, понятное дело. Но летающий скелет это сильно. И вот на этой информационной табличке тоже написано, кто изображен на потолке. Аполлона я знаю. Пегаса я знаю. Номер три. Пегас. Конь. Ну-ка. Вот теперь я все поняла. Кто здесь, кто. Хуис-ху. Тут еще интереснее. Сидит какой-то черт у подножия. С другой стороны какой-то надгробный камень. Очень красивый мужчина. И с одной стороны его охраняет ангел. А вот над головой у него вообще Иисус с Христом. Ой, ребята, обратите внимание. Какие росписи. Какие краски красивые. Такой нежно-терракотовый, абрикосовый, золотой. Очень красиво все нарисовано. И главное, что ребята просто в превосходном состоянии. Все как будто вот вчера нарисовано. Смотрите, как красиво. Боже, какая красота. Очень красиво. Я прям очень довольна. Ой, ребята, тут что-то ну совсем жуткое. То ли что-то морское, то ли что-то огненное. То ли дьявол, то ли бог морской, Нептун. А это кто? Не знаю. Но тоже с ножом. И очень рассержен. Тут у них даже какая-то жар-птица есть, типа павлин и дракон. Ой. Ребята, вот эти статуи, конечно, тоже очень произвели на меня впечатление. Смотрите, а в руке у него кольцо. Настоящий. Тема юриспреденции. Сейчас мы с вами посмотрим, как они все выглядят на потолке. Вот так. Московское время. Тик-так, тик-так, тик-так. Пора валить из библиотеки, потому что я уже задрыгла. Ребята, не видно, что у меня руки синие. Боже, как здесь холодно. Все, дорогие мои. Вот мы с вами посмотрели эту шикарную библиотеку. Стоит ли она 8 евро? Ну, ну да, стоит. Если вы любите фотографировать и снимать видео, как я, то, конечно, стоит. Потому что не в каждой библиотеке на самом деле есть такая возможность поснимать. Вход в FF Pets Y масках. Дистанция и все дела. Все, ребят, я так задрыгла. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...